Вот сегодня такой день, просидела дома до трёх часов. Дождик лил, никуда конечно идти не хотелось. А сейчас думаю, ну чё сидеть-то? Надо хоть пойти прогуляться, хоть вот по проспекту большевиков. Я тут года три назад ходила, попадались какие-то магазинчики интересные. Ну просто сейчас всё так меняется, что уже за три года может их и нет. Зато девчонки лазила в интернете. Ну вы наверное видели, я там когда шла на Апраксин двор, ещё говорила, дом купца Яковлева, недалеко там от метро. А сейчас смотрю, ничего себе. Вот этот есть интернет-магазин, кафе Бежу, ну где продаётся и фурнитура и там бусины и всякое разное. А оказывается этот магазин-то как раз там и находится, в доме купца Яковлева. Так что, если будет возможность, надо мне туда ещё съездить. Ну вот видите, что значит давно не была. Тут у них что-то творится. Сделали вот эти временные вот эта вода и вон чего, не пройти не проехать. Блин! И когда это закончится... Ой-ой-ой! Здорово! Вот так что и в голову бы не пришлось, что там находится кафе Бежу. Ты чего ж мне раньше не посмотреть бы в интернете-то? Он вообще странный, конечно, проспект большевиков. Какие-то одни банки, банки по двум сторонам. Вот тут фитнес-хаус. Так, где ж будет Невский вот магазин какой-то тут. Но я в него и не заходила. Не знаю, можно зайти. Вон там проход есть через эти трубы. Сейчас пройду. Вот тебе и секонд-хенд попался по дороге. Сейчас похожу, посмотрю. Маленький размер. Минус 20 процентов. Где маленький, где большой. Тут взять. Распашонки. Полинка моя умела их носить. А у меня висят. Я их не умею носить. А тут вещи из Канады. Очень много футболок. Харли Дэвидсон. Ну вот, дошла до улицы Подвойского. Там вот у них парк детский с аттракционами. Вон там дальше Сашка жила когда-то. Ну вот когда, год три назад. Я почему, собственно, этот район-то и знаю. Что она все время... Ну не все время, но последние лет восемь живет в этом районе. Ну что, я купила в канадском секонд-хенде, не помню, четыре или пять шарков. Они абсолютно новые. У них вообще очень много нового. Девчонки, кто может живет где-то неподалеку. Футболки вот Харлей Дэвидсон. Новые. С бирками. 700-800 рублей. Огромные размеры на здоровых мужиков. Прям всех цветов много. Есть по 350, но уже, ну так, скажем так, или на худеньких мужчин, или на мальчиков, на подростков. Вот. Прям очень много. Ну, цена у них, конечно, дороже. И вещи у них есть очень интересные. Вот такой необычный покрой. Но на меня... На слоника нету. Ну ладно, теперь я пойду назад. Опять к метро. К метро. Только по другой стороне. Да. И зашла в магазинчик. Мне надо было иголки купить. Саша там просила зашить ей кое-что надо. Вот. Иголки надо было купить с большим ушком. А там всегда немножко как-то фурнитурки продавали. Вот. И просто забрала... Вот сейчас вам покажу. Вот такие вот последние три штуки. Вы знаете, сколько лет я вот мечтаю найти вот такие... Ну, тут бусины с двух сторон, да? Ну что, вот три штуки. Не знаю, я видела на украшениях, а в продаже ни разу не видела. Девчонки, если, может быть, кто-то... Ну, может быть, мало ли, знаете, где такие продаются, напишите мне, пожалуйста. Мне их так хочется. Они такие необычные. Ну, я так обрадовалась. Говорю, двадцать штук. Двадцать штук от шестьсот рублей. Она говорит, а нету. Вот последние забирайте. Вот так жалко. Ну, ладно, хоть столько. Ну, и все. Нагулялась. Гуляла бы, конечно, еще, но уже... Ой, знаете, как говорят? Ноги мои, ноги. Несите мою... Же. А я пойду сзади. Вот так вот. Ну, ладно, сейчас... Вернусь домой. Надо что-то приготовить на первое. Даня вчера лазанью готовил, так уже почти все съели. Ребята не страдают отсутствием аппетита. А у меня есть кусочек вареной трески. И капуста тушеная, которую я терпеть не могу. Ну, а что делать? Ну, а в общем, все хорошо. Сейчас приеду, покажу вам шарфы, какие я купила. Вот как окна моют. Палки какие. Вот это да. И шланг у них тоненький. Видимо, вода поступает туда. Так, ну вот, показываю. Вот такой спокойный шарфик. Девчонки, они были все новые, с бирками. Правда, бирки были уже такие все залахмаченные. Но я все равно уже их постирала. Ну, девчонки, ну-ка только, сами понимаете. Это же секонд-хенд. Они там в этой коробке, мало ли кто их хватает. И вообще. Вот я их постирала. Сейчас высушу. Так, вот такой вот. Они еще мокрые шарфы-то. Я их только вытащила из машинки. Вот с такими какими-то экзотическими растениями. Такой красивый бирюзовый. Я очень люблю, я уже говорила об этом, бирюзу не прям с красным цветом, а вот такие какие-то, желто-коричневые. Он вот не красный, он какой-то более коричневый, что ли, цвет. Вот очень люблю вот такое вот сочетание цветов. Мне почему-то это кажется более красивым. Так. Вот такой вот красный. Ну, с растительным орнаментом. Классика прям. Прям классика. Кто любит девочки яркие. Вот такой. Теперь вот такой вот. Голубой. С птичками. С бабочками. Голубые бабочки тут. В общем. Тоже такой весеннего настроения, скажем. Очень много там шарфов. Очень много, но. Магазин канадский. Ну, вещик из Канады. И она, я говорю, а что так у вас дороговато? Она говорит, ну вы же понимаете доставка. Не стала я ей говорить. Твою ж мать. Прям лично тебе эти шмотки из Канады везли. Ой. А то не знаем мы, как секонд-хенд приходит. Первый раз живем на свете. Ничего не знаем. Вот. Вот. Вот такой вот мне понравился такой. Интересный рисунок у него. И горошки, и прям тут. Ну, какой-то тоже этнический. Вот. Ну, вот. В общем, пять шарфиков. Делаю-делаю. А редко кто покупает. Вот что плохо-то. Сашка на меня ругается. Говорит, мама, ты бы лучше эти деньги на себя потратила. Что ты столько делаешь? Я говорю, Саш, ну я не могу не делать. Я от тоски помру. Я говорю, когда-нибудь-то продадутся. Ну, меня не будет. Продадутся. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О чем мне? У меня все есть. Вот что мне? Я бы, конечно, с удовольствием поехала. Поездила бы за границу в страны, в которых я не была. В которые мне очень хочется. Но если вот такое положение в мире, что теперь делать? А делать мне вот надо. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ну что, дела все переделала. Делать особо нечего. А, Господи, делать нечего. Помыться сейчас пойду. Скучно без Сашки. Она целыми днями работает. Приезжает в двенадцатом часу. Ну, да ладно, хоть сегодня она с трех часов. А то вот так уезжает с утра и до ночи. Такой график у нее ненормальный. Ну, надеюсь, скоро она уйдет из этой работы. Ха-ха. Ужас. Тяжело. И в выходные не пойми как. И в ночь просит босс выходить. И, в общем, по-всякому. А она такая чересчур ответственная в этом отношении. Все бросает и едет на работу. Я говорю, Сашка, нельзя такую работу иметь. Все молодые годы у тебя ушли на этой работе. Приезжает вот это с красными глазами от компьютера. Ужас. Ну, что поделаешь, такая жизнь. Жалко. Ну, ладно. Ладно, сейчас пойду. Я уже вам все докладываю. Сейчас пойду помоюсь. Надеюсь, на днях увижусь с Мариной Баттл. Леночка Баттл уехала к маме в Тверь. Марина тут. Вот у нее будет день посвободней, мы к ней съездим в гости. Далеко ехать через весь Питер. Так мне самой Даня отвезет нас в гости. Вот. Очень хочется. Давно не видела. С лета я ее не видела. Как она приезжала в Черноморск. Ладно. Так что собираюсь в гости. Я им подарочки привезла с Леной. Поеду, поснимаю. Ну, ладно, лапуськи, пошла я мыться. Легла бабушка посмотреть кино. Орел. Угу. Орет, разоряется. А Тайга сидит себе. Поглядывает на него. Ой, не могу я. Угу. Тайга рычит. Угу. ну все разгон разошлись данте 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 ты где мальчик понеслись скучно да бабушка не играет с тобой я тебя вот глажу чего-то я же не могу с тобой прыгать как кошка скакать скучно отец с делом занят сашки нету ходит слоняется парень скучно кошку погонял она куда-то спряталась ну и все ой не могу ой ой Субтитры подогнал «Симон»